Карликовые растения хвойные, медленно растущие хвойные и быстро растущие хвойные. Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня мы поговорим о карликовых растениях, которых я считаю, что в природе не существует. Карликовые это значит дорос до одного роста и все, встал на одном месте. Таких не бывает. Поймите, растение по-любому растет и есть медленно растущие и быстро растущие. Быстро растущим относятся в основном видовые растения, которые мы и выращиваем в нашем питомнике. Это то есть елька лючая, туя восточная, туя западная. У всех у них есть сорта. Поймите, каждый сорт выходит из семян. Из семян выходят они потому, что человек сажает семян самосевом. В лесах находят, например, елку хупси где-нибудь в Канаде, которая безумно голубая и медленно растущая и ее начинают прививать на другие растения. Так она размножается. Так же метла бывают, то есть мутация происходит на видовых растениях сверху. Их тоже обрезают, тоже прививают. Мне об этом судить очень трудно, потому что прививкой я еще не занялся. Я занимался до этого прививкой, но когда я займусь, я сейчас маленько отошел от этого. Сейчас у нас идет больше семенное размножение, а потом мы естественно перейдем к теренкованию, а затем перейдем мы уже именно к тому, чтобы уже как бы прививать растения. Прививка растений, это конечно же дело не очень такое трудное. Отчеркование намного труднее, мне кажется, с прививкой вот у меня по крайней мере лучше получалось. Итак, на чем мы оставим? Наша тема быстро растущая. Если вы сидя на участке собираетесь поставить изгородь или же поставить дерево, за которым вы будете обрезать, следить, то да, это вам нужно видовое растение. Не обязательно покупать декоративное именно, оно все равно будет большой, вот этот небольшой шарик под названием туя западная нано, я покупал вот таким вот, ему 20 лет, вот он растет по 5 сантиметров в год примерно, поэтому дорогие друзья, выбор за вами. Например, туя западная колумна и туя западный обрабат очень хорошо и быстро растут и подходят на изгороди. Также прекрасно в одиночных посадках, если вы будете следить, именно обрезать их форму, какую вы выберете, я из них делаю шары пожалуйста, этажерки, там просто колонны, просто там какие-то фигуры можно сделать, опять же, если вы хотите там вот спираль, если вы увидели картинку в интернете, то поймите, что идеальная форма достигнута все равно, вы понимаете, даже смаракт зачеренкованный его обрезают постоянно, его черенки, которые растут в Европе особенно, есть специальные аппараты, которые черенки обрезают и он уже пошел к конусам, конусом опять доходит, но смарагн мы не выращиваем, вы заметьте, что у меня нету ни одного дерева смарагда на моем участке и я вообще стараюсь от него, ну его не растить, потому что, а почему, почему, подписывайтесь на канал и смотрите видео. Теплолюбивые растения, в основном, медленно растущие, это теплолюбивые, есть такие писточки, которые растут, я уже говорю, по 2-3 миллиметра в год, но они очень любят тепло и наши морозы им не подходят, наша средняя полоса не подходит даже, вот у нас в этом году, даже у нас, я посадил 6 лет назад, кипарисовик лапсона, довольно-таки красивый, хороший голубой цвет, насыщенный и я вижу, что в этом году он просто, просто так обгорел и мне и так жалко его, поэтому я знал, что он обгорит и все равно посадил попробовать, но все равно за 6 лет, он подарил нам 6 лет красоты, а потом извините, вот было 25 градусов и, к сожалению, ну ветер, холод и он не сберег, я его, поэтому уважаемые друзья, вот такая история для изгородей, берите видовые, нормальные растения, потому что с любого, с любого растения можно сделать прекрасный, достойный, экземпляр и украшение для вашего садового участка, приусадебного участка, это елки уже, как я говорил, довольно-таки много лет, обрезается она второй год, но вообще она растет очень бурно, я вам скажу, что если бы я не обрезал ее, она еще больше была, это одно, а второе, это кремлевская ель, это ель колючая, видовая, выращена из семени, это непривитая ель, так же как и туя колумна, даже был у меня такой вопрос, по поводу, почему вы тую западную называете сортовую, сортовыми именами, туя колумна, туя брабант, туя западная, они же выращены из семян, значит, они считаются, вы не имеете права давать сорт, но как я не имею права, если туя колумна, из туя колумна, она растет колонной, а если туя брабант, она растет конусом, то туя брабант, извините меня, а если там уже действительно дефекты пошли, когда палки в разные стороны, туда, если туя восточная книжка, вернее, зибольда, плосковеточник восточный, то он и есть плосковеточник восточный, я ж не буду называть ее туя восточная, например, ну к примеру, это я вам говорю, поэтому давайте на этом остановимся, еще раз предупреждаю, медленно есть медленно растущие и быстро растущие растения, карлики мы тем более не продаем, если вы хотите держать в одной паре растения, держите, хвойные очень хорошо формируются, практически все можно видовые ели, которые в природе вырастают до 15-16 метров, вы можете это видовое растение держать в полуметре, если вам охота карлика, который не растет практически, тогда это уже вам бонсай нужен, бонсай, за которым тоже не менее следить надо, а чтобы сделать бонсай, это там уже другая песня, другая история, мы размножаем, еще раз повторяю, семенами, скоро мы начнем строить подчеренкование все теплицы, а потом перейдем на прививку, поэтому выбор за вами, прекрасный, я бы не советовал сильно заморачиваться насчет, там какое растение купить, вы покупаете в садовых центрах, отдаете немалые деньги за растение, которое не будет у вас жить, к примеру, вам это нужно, нет, вы посадите, у вас вырастет до определенного роста, например, она быстро вырастает за 4-5 лет, например, колонаринная колумна и барабан тот же, до метра, до метра вырастает и вы потом делайте с ним что хотите, у меня есть видео на канале, там и как из них шарики делать, как из них этажерки делать, ну хоть что можно сделать, как можно просто обрезать, сделать из барабанда смарагд, если он на то дело пошло, правда его обрезать чаще придется, два раза в год за лето, вот там у нас перед двором стоят туи колонны, они еще в этом году не обрезаны, но я скоро обрезу и довольно-таки будет красивым видео, они стоят и все, и там есть елка видовая, обыкновенная, которая была вот такусенькой, из которой я сделал ну кустовое, кустовое растение, тоже красиво смотрится, потом у нас есть ель обыкновенная, которую я заформировал где-то метра полтора, она вот так стоит, а под ней не деформит, не деформит, который примерно, ну маленький, он дает 5 сантиметров в год, но я их тоже видел в диаметре 3 метров, опять же расскажу про ту колонну, в ту колонну я видел в диаметре 3 метров, но высотой около 10 метров, и когда в поле смотришь и издалека, они так прекрасно смотрятся, еле колючая, ель колючая тоже очень прекрасно смотрится, какая бы она цветом даже не была, единственный минус в том, что нельзя ее наизгородить, то в том, что она может быть разного цвета, если вы посадите ее разного цвета, ее если обрезать, то более-менее нормально, а так она одна, поэтому лучше в одиночных посадках обрезать, и красиво она набита, очень классно смотрится, я постараюсь, там у меня есть ель, я постараюсь ее держать где-то в метре полтора, колючая, но не знаю, что из этого получится, потому что ель колючая сама по себе очень набитая, ель обыкновенная, если там есть, куда разбежаться, а ель колючая, видите, она более набитая, более красивая, и изделие обыкновенное, кстати, изграде тоже очень-очень превосходное получается, вы только если так-то разобраться, не жалейте, на метр сажайте по 5-6 штук, и будет очень прекрасно, у вас уже через три года будет видно, когда она у вас дорастет до метра, вы уже можете формировать, то есть боковые ветки, а там уже видно будет, как и куда ее идти, ну а кустовые, например, вот тоже сосногорны, кустовое растение, ну вот прирост ее, представьте себе, ну я не знаю, то ли ее обломить, то ли не надо, то ли оставить, так она попышнее будет тоже, ну я понимаю, что всем охота посадить, и ничего не делать, посадить, только полить, понимаете, если вы посадили растение, надо за ним ухаживать, постоянно, какое бы оно ни было, большое, маленькое, видовое, декоративное, единственное, надо каждому растению знать кое-что, там некоторые нюансы есть, принцип все одинаково, полив, притенение, еще раз полив, 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 конечно, ту и восточная книжка, и они уже в районе трех метров, очень прекрасные экземпляры, ну они уже медленно растущие, но они все равно уже три метра, хотя сажал их полметровыми, и опять же, вы понимаете, что посадить надо, чтобы прижилось, а потом уже обрезать, ну еще вопрос, какие мы прикормки используем, боже мой, как этот вопрос, я вот, вот этот вопрос, для меня очень такой удивительный, я людям пишу, что мы никакие прикормки не используем, не используем потому, что, ну не нуждаемся, мои растения не нуждаются, хороший полив, притенение всегда это заменяет, ну еще, конечно же, хвойный опад, хвойный опад, который мы привозим из лесопосадок, под соснами собираем, перемалываем шишку, посыпаем по нему очень полезное удобрение, кислотность придает земле хорошую, там все, действительно, минеральные удобрения, действительно, теми удобрения, которые нужны хвойникам, хвойникам, не хвойникам, а хвойным, хвойники это совершенно другое, никогда не путайте, хвойные и хвойники, хвойники это другое, я потом как-нибудь расскажу вам, почему я так считаю и где это вычитал, про удобрения мы используем только корневин, корнеобразователь, гетериоксин, радифарм, корневин, пожалуйста, используйте, для того, чтобы растение прижилось, а дальше, как оно прижилось, оно не может влиять на нее никакие факторы, никакие букашки, черепашки, я не знаю, кто там, нельзя, может к вам прийти и погрызть их, могут, да, напасть, как он, бабочек было, вот в этом, огневка, поела весь самшит в Краснодарском крае, и тогда, да, было, была трагедия, ну, опять же, от нее надо, что-то можно придумать, это не факт, ну, то есть, не бойтесь, сажайте, выращивайте, какие вопросы будут, да, задавайте, ну, и, пожалуйста, я вас очень прошу, дорогие друзья, не разводите спор, не выводите меня на спорные вопросы, я снимаю видео, это для себя, для сайта и для вас, в первую очередь для вас, для вас, чтобы вы посмотрели, как можно еще, не как нужно, вот так, а как можно еще, то есть, вы смотрите меня, не для того, чтобы там, все, как он делает, все, точь, 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 нет, вы сравниваете с другими, и делаете, вы смотрите, у кого лучше, и что получается, и делайте примерно так, взяли, да, чуть-чуть оттуда, чуть-чуть оттуда, где-то, я, может быть, не прав, но я делаю всегда так, у меня все растет, у меня, вот, отпада нету совершенно, после посадки, ни одно дерево не отпадает, ни одного дерева, не большие, маленькие, не обгорает, на этом все, то, что хотел я рассказать в этом видео, может быть, рассказал, может быть, у кого-то остались вопросы, может кто-то хочет добавить еще, я, я просто, вот, от всей души желаю вам, чтобы у вас все всегда приживалось, желаю, чтобы вы были рады, то, что вы посадили, и кому я не угодил, там, с растением, даже в этой перешивке, там, вот, были многие вопросы, почему такие маленькие, почему такие не маленькие, и считают, что я кого-то ввел в заблуждение, я никого никогда не ввожу в заблуждение, поверьте, мне это просто не нужно, я просто выращиваю, и снимаю видео, для того, чтобы люди видели, для начала, мой канал бы назначался вообще, для того, чтобы снять, снять, например, одну из позиций, например, ели голубую, четырехлетку, выкласьте ее на сайт, и там, чтобы люди приходили и смотрели, ну, сейчас я решил маленько расширить кругозор, я хочу делиться с вами, я буду делиться, вопросов задавайте побольше, все вопросы все равно когда-нибудь не останутся без внимания, когда-нибудь я все равно о них расскажу, не переживайте, я даже полгода могу, через полгода начать рассказывать, потому что график работы у меня очень плотный, вы поймите тоже меня, да, вместо того, что я, я с девятого года я не был на отдыхе, моя семья тоже не была на отдыхе, и я не жалею об этом, я работаю, работаю, я двигаюсь вперед, если я не буду двигаться, я вот день сегодня потеряю, год буду загонять, сейчас я снимаю видео, потому что, как вот, как вот, потому что нет процесса, маленько мы расслабились, потому что дождь прошел, очень сильный, дождь прошел, сейчас земля мокрая, сейчас я не могу пойти и копаться в земле, рассаживать то, что мне осталось, там осталось еще ту и рассадить, ну, то, что мы когда досадим, мы вам теневик, ну, вам все покажем, не переживайте, так, что я всегда с вами, и никуда не теряюсь, иногда я теряюсь на месяц, я не забыл про youtube канал, я каждый день думаю, сказать, что у меня нет времени, нет, охота снять хорошее красивое видео, охота, чтобы до всех дошло, охота, чтобы люди воспринимали мой канал и мои видео не так, как вот он там втюхивает, впаривает, я не впариваю, я продаю, я продаю свои саженцы, выручены своими руками, я никогда этого не делаю, ни втюхив, ни впариваю а